Культура Здравствуйте, ребята! Мы с вами продолжаем изучать раздел развития культуры, науки и образования. Итак, на прошлом уроке мы с вами говорили, что культура – это система созданных человеком материальных и культурных ценностей на определенном историческом этапе. Мы с вами говорили о компонентах материальной культуры. Как вы думаете, ребята? Попробуйте ответить на следующий вопрос. Что является основополагающим фактором культуры – материальное или её духовное начало? Многие считают, что ядром культуры является её духовная культура. Основой духовной культуры казахского народа являются традиции, обычаи и обряды. Итак, сегодня у нас урок первый. Мы начинаем изучать тему урока «Традиционное мировоззрение казахского народа». Сегодня на уроке мы с вами научимся выявлять особенности духовной культуры казахского народа, использовав понятие обряд, ритуал, обычаи, традиции, менталитет, а также объяснять духовные и нравственные ценности казахского народа на основе исследований обычаи и традиции. Итак, обычаи и традиции – это правила поведения, нормы действий, установленные в жизни общества, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. В обычаях и традициях находят отражение своеобразные национальные черты и особенности народа. Гуманным традициям казахского народа относятся уважение к старшим, забота о младших, преклонение перед родителями, матерью. Главные культурные ценности казахам, как мы уже говорили, это уважение, миролюбие и терпимость, открытость к общению, гостеприимство и стремление жить в гармонии с окружающим миром. Особенной традицией казахов является их верование. Они зародились еще в древние времена. У казахов в древности существовала вера небу, земле, воде, огню. По их глубокому убеждению, небо – тенгри. Оно повелевало небом, миром. По его воле правил Каган, случались войны, одерживались победы. Огонь же был священным, считал сохранителем и покровителем дома. Особенность миропонимания казахов состояла в следующем. Природа всегда абсолютное и вечное начало, единственная реальность. Космоцентризм. Природа как вселенная диктует индивидам формы и способы бытия. Все сущее, природное – это живое, одушевленное обладает той же ценностью, что и сам человек. Все создано небом – тенгри. Это единое благое, верховный разум и мировая душа одновременно. Тенгри бесконечен и в своем бытии не досягаем для любых описаний и характеристик. Тенгри определяет рок, судьбу каждого человека. А теперь, ребята, давайте вернемся снова в казахскую юрту. На прошлых уроках мы с вами говорили о внешнем устройстве и внутреннем убранстве юрты. Сегодня мы с вами будем говорить о традиции, связанной с этим жилищем казахов. Итак, говоря о казахской юрте, можно с уверенностью сказать, что как жилище она была не только рассчитана и продумана с учетом потребности быта кочевников, а ее убранство отличалось орнаментальным изяществом декором, но и сам принцип построения юрты был отражением их взглядов на окружающий мир. Большое внимание заслуживает символика казахской юрты, раскрывающая духовные, культурные и научно-философские смыслы юрты. Символизм кочевой культуры представлял собой философское отношение к миру и был нормой жизни. Не было разделения философии мира и быта, они были взаимосвязаны. Верхняя часть юрты называется шанрак. С шанраком связано очень много культурно-исторических мотивов, понятий, символики, сакральных обычаев и обрядов у казахов. Через шанрак жители юрты связываются с сакральными небесными светилами, солнцем, луной и звездами. Попаданию дневного света лучей солнца в жилище через шанрак казахи придавали особое значение. Наверное, поэтому первые месяцы после свадьбы невеста обязана была вставать с восходом солнца и приоткрывать кошмовое покрывало тундык над шанраком. Также шанрак является символом семейного благополучия мира. У казахов был такой ритуал присяги. Смотря на шанрак, люди давали клятву. Шанрак – это символ объединения, поэтому казахи, когда совершают бата, а это пожелания стариков, говорят, «Шанрак – шайхалмасын, пусть купол твоей юрты будет крепким, непоколебимым». Это означает, пусть царит в семье мир, дружба и братство. В национальном самознании, мировоззрении казахов шанрак – это дом, семья, поколение. В духовно-философском понимании он является символом очага, продолжением рода, традиций и воспитания духовной близости. О потомках рода обычно говорили, «О кисленым шанраком квакпай, тут нын, тут етопотер», что означает «достойно продолжает отцовский род». Шанрак тесно связан с понятием семьи, поэтому, когда в семье происходила большая беда или семья распадалась, говорили «Шанрак – шайхалдэ, покачнулся шанрак». В представлении казахов шанрак был тесно связан с культовыми обрядами и служил как бы символом продолжения рода, поэтому их старались передавать из поколения в поколение. В случае смерти хозяев, не имевших потомства, шанрак юрты оставляли на могиле, что означало «конец родового колена». Устоявшиеся казахские благожелательные выражения «Шанрак будет высоким, стойкие двери крепкими, содержит идею покоя, благополучия и счастья». Одной из важных сакрализованных частей юрты является босага, то есть дверь, точнее дверные косяки. В представлении казахов дверные косяки и порог являются священным местом. Именно здесь находится богатство и благополучие. Всем действием у входа и выхода приписывалась высокая степень синеотичности. Так, при первом входе в юрту свекра или в утау невеста должна была у порога совершить три поклона, прислониться головой к косякам двери, переступить порог сначала правой ногой. Казахи запрещали детям прислоняться к косякам двери, босавава сюембе, а также стоять у входа, босавава турма. В случае частой смерти детей при последующих родах пуповину резали на пороге. У некоторых казахских племен покойника перед выносом три раза поднимали и опускали у порога. Европейские послы при посещении ханской ставки старались на порог не наступать, ибо это считалось признаком недобрых чувств, плохим предзнаменованием. Черный гонец сообщал плохую песть, наступая правой ногой на порог и руками подпирая косяк двери. Этот обычай, известный со времен хюркского каганата, дошел до казахов начала 20 века. В казахской традиции, как практически у всех тюрко-монгольских народов, в юрту новобрачных готовили родственники невесты. Однако дверные косяки привозил с собой и жених, что было обусловлено представлением об обязательном соединении в юрте двух ночах, мужского и женского, реализовавшегося в соединении жениха и невесты. Шанрак и дверь, будучи проницаемыми границами вертикальной и горизонтальной организованных структур, считались наиболее уязвимыми частями. Поэтому шанрак и дверь на ночь обязательно закрывали и вывешивали вещи с апотропеическим значением. Например, у дверного косяка бусава вывешивали локтевую кость барана, которая считалась хранила от различных бед. У порога на ночь оставляли в плоской посуде молоко, чтобы змея не навредила жителям юрты. Во время родов с целью предотвращения прихода различных злых духов к роженице, у двери держали коня с белизной на глазах, а у шанрака беркут. Иногда у входа устанавливали найзу. Пику как оберег благополучия жившего в ней семьи. В мировоззрении народных масс господствовали анимистические представления и культ силы природы, сохранившиеся черты древней мифологии, в частности, признание борьбы двух начал – доброго и злого. Сущность анимизма заключалась в удовлетворении природных явлений, представлении о том, что за каждым явлением природы скрывается дух, который им управляет. Казахская мифология запрещала рвать весеннюю зеленую траву, ибо в ней люди видели непрерывность жизни. Казахи почитали дух земли – жерана, и воды – су-ана. Сохранилось и древнейшее название священного огня – Алас. По казахскому поверью, огонь – покровитель жилища домашнего очага. Невестка при вступлении в новую семью должна была поклониться огню в большом доме и принести в жертву огня, поливая в него масло. Обычай назывался отка майгою. У казаху сохранился древний обряд очищения огнем. Алас стал от древнего слова «алас» – ночной свет, священный огонь. Этот обряд совершался при перекочевке зимовки на Джайляу. С древних времен сложилось поверье, что на зимних стойбищах люди часто грешат, так как в жилищах вводятся нечистые силы, приносящие вред человеку. А Джайляу – он чист, беспорочен, и туда следует являться очищенным. Поэтому у начала кочевой дороги, ведущей на Джайляу, разводили два больших костра, между которыми попускали людей и отары овец. Лошади считались чистыми животными и не подлежали огню. А теперь, ребята, по пройденному материалу давайте выполним задание. Напишите, пожалуйста, не менее пяти понятий, вкладываемых в значение слова «шанрак». Подумайте, у некоторых народов еще с древних времен в ритуалах, связанных с огнем, не могли принимать участие вдовцы. Почему? Второй вопрос. Что общего между темрианством и исламом? Субтитры создавал DimaTorzok